Приехали представители водоканала и убрали ручку, чтобы нельзя было набирать воду. Жители Новоалтайска довели до ручки. С местной колонки на улице Береговая сняли ручку. Результат – еще одна колонка стала декорацией. Пригубить воды непрохожему никому, либо еще больше нельзя. Не работает уже 4, сколько дней. Это нормально? Нет, получается, люди лишились? Откуда нормально? Эта вода принадлежит народу. И где эта вода? Разломали, наверное, чтобы покупали магазин коммерческий, наверное, какие-то вопросы свои решают. Все никак не насытится. Безобразие просто, потому что, понимаете, у нас в городе не очень хорошая вода. Водопроводные сети люди приезжали сюда набирать. Ну, я отлично, чисто для чая набирал. Есть люди из частного сектора, например, Белоярск, Зудилово, они здесь регулярно набирали воду, потому что дома у них вода. Даже с учетом фильтров очень некачественная. Колонок с каждым месяцем становится все меньше, говорят люди. Так недавно демонтировали колонку возле казначейства. Люди уверены, все это дело рук местного водоканала. Причина проста. Для того, чтобы люди не пользовались. Потому что бесплатная вода, видимо, водоканалу невыгодна. Колонок новоалтайские, из которых можно попить или просто запастись водой раз-два и обчелся. Вот, пожалуй, единственная, оставшаяся в живых. Ресурсовики в официальном ответе нашему телеканалу заверили, что колонок в Новоалтайске не одна, а 30. Вот только предназначены они для жителей частного сектора, у которых отсутствует центральное водоснабжение. Водоразборными колонками могут пользоваться жители города Новоалтайска, у которых отсутствует централизованное водоснабжение и заключен договор водоснабжения с компанией «Новоалтайск водоканал». Несанкционированное пользование колонками не допускается. Коммунальные юристы нам подтвердили, что местные власти обязаны обеспечить водой жителей. Но что касается водоразборных колонок, то ими должны пользоваться те, у кого заключен договор с водоканалом. В случае, когда в жилых домах, подключенных к центральному водопроводу, почему-то качество воды хуже, нежели на колонке. И люди идут, набирают на колонке. А при том, при всем, на этой территории только у одного-двух абонентов, например, заключен договор с водоканалом на пользование колонкой, и они платят просто по нормативу. Конечно, для водоснабжающей организации это крайне невыгодно, потому что водоразбор там идет большой. Но у большинства жителей Новоалтайска, которые жалуются на плохое качество воды в домах, дополнительного договора на использование колонок нет. Возможно, люди не знают об этом правиле, а может, и не готовы его соблюдать. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Отлично.